всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич сегодня я продолжаю отвечать на вопросы тега 167 вопросов вышивальщица вы помните что я за лето сказала что выпущу несколько таких видео июнь я выполнила план июль я выполнила вот август остался все никак не было не досуг но сегодня просто сам бог велел почему потому что у нас во всем районе на протяжении наверное 50 километров вырубила все электричество где-то произошла огромная авария соответственно ресторан у нас не работает электричество вырубилась в час ночи сейчас уже 12 дня то есть 12 часов уже нету электричество да и неизвестно когда сделают в общем энца поехал в ресторан в ресторане все потекло холодильник но естественно потек девочки я сегодня не с вином не соком а просто с холодной водой с ледяной вот с ледиком водичка да вот такая я что-то изменила себе просто говоря просто нету вина дома но как вы видите у нас солнышко у нас очень жарко поэтому я без воды никак не могу снимать болтологическое видео и и в общем то электричество обрубила ну и для меня это плюс бонус потому что мне не надо идти на работу хотя сегодня у нас была резервация и к сожалению она отменилась потому что работать мы не можем и я зато имею время для снятия видео это тоже хорошо потом мне надо будет уборку немножко сделать потому что мы подстригли газон в общем покосили здесь пыль грязь но пока у меня есть возможность снять видео я первым делом снимаю видео потом уже буду убирать иначе если я начну убирать это затянется на пару часов и потом ну в общем сами понимаете потом опять что-то опять что-то опять что-то поэтому в общем я опускаю уборку пока и начинаю снимать ответы на вопросы сзади меня наверху вот вот здесь красненькая это поилочка для калибри я специально так села потому что у нас последнее время очень много калибри они тут где-то свели гнездышко и они прилетают прямо по пять по шесть штук и я так села что если вдруг я увижу что калибри прилетел их много я остановлю ответы на вопросы приближу немножко камеру чтобы вы могли понаблюдать потому что разные калибри разного размера и в общем интересно ладно все так поехали первый вопрос сколько раз хотелось каналом завязать было ли вообще такое девочки конечно было и не один раз иногда нападает ну во первых мы женщины и подвержены эмоциями знаете как всегда говорят мужчины вот здесь понимаете а женщины вот здесь дату сердцем эмоциями и естественно нападает иногда какая-то хандра иногда настроение такой иногда мало просмотров да и ты в общем-то стараешься делаешь и как-то понимаешь что что-то не того что-то что-то не так ты делаешь но это тебе так кажется а на самом деле это просто какие-то вот знаете стечение обстоятельств эмоции время плохая погода я не знаю что-то случилось потому что реально проходят буквально там какой-то час и все образуется и у тебя эти дурацкие мысли улетучиваются с головы на вообще психологи вы знаете как говорят говорят что надо делать например хочется закрыть канал а вы наоборот садитесь и начинаете снимать видео то есть как вода камень точит да то есть действие равно противодействуя то есть если не получается вы снимаете еще больше делайте еще больше свой контент более интересным или больше выпускайте видео и тогда понимаете как бы и люди начнут появляться и подписчики и время просмотра увеличится и удержание аудитории и так далее но это я так образно говорю но в принципе да такие мысли у меня возникали не один раз и по одному каналу и по второму каналу потому что иногда просто не хватает времени иногда не хватает каких-то какого-то вдохновения каких-то эмоциональных сил потому что особенно в последнее время когда все эти события происходили не не то что вот сейчас а вообще я говорю про то что началось еще пару лет назад когда мы все сидели дома и но и в общем целая куча знаете всяких таких вот нюансов я хочу сказать что когда все это началось многие на тот момент просто был какой-то взрыв на рукодельном ютубе очень много девочек но естественно появилось больше времени очень много девочек стали снимать выкладывать и новые проекты и закупать онлайн-магазинах и тра-та-та я помню наоборот у меня просто как-то опустились руки как-то всякие мысли дурацкие потому что ну понимаете мы-то работаем сами на себя то есть соответственно у нас доход был равен нулю и и всякие такие мысли сразу ночью голову забивает друг другими мыслями да тут тебе уже не до вышивки не до контента и так далее но потом как-то все образовалось и в принципе сейчас я пришла к выводу что знаете как как я всегда говорю у меня самые лучшие мои самые верные мои подписчики мои зрители нас мало но мы в тельняшка и я рада каждому каждому подписчику сейчас я уже перестала следить за количеством как раньше девочки мне кажется прилетели калибре сейчас я попробую приблизить то вот там сейчас я приближу опять мне приходится крутить вертеть чтоб вам было видно так и улетела да пока я тут настраивала но где-то она рядышком поэтому раньше у меня такие мысли были а сейчас у меня таких мыслей нету я довольна и количеством и качеством моих подписчиков пусть нас немного но мы уже друг друга знаете как будто бы знаем сто лет поэтому я и буду продолжать снимать и для себя для своей как бы истории для своего архива для своих детей ну и также для любимых зрителей но и теперь уже моих подруг понимаете только зрители следующий вопрос ваше увлечение вас кормит девочки ну просто смешно правда можно сказать мое увлечение меня разоряет не кормит может быть кого-то увлечений кормит может быть кто-то продает какие-то прикладные вещи делает да я меня но разоряет я я вкладываю получаю отдачу только такого как вам сказать не материального плана до дача духовного какого-то плана мне это нравится и я отдыхаю с этим с моим увлечением до расслабляясь получая кучу положительных эмоций удовольствие поэтому конечно она меня кормит именно духовно но никак не материально я не знаю может быть кого-то конечно повезло и кто-то успешно продает свои работы но я даже вы знаете я даже как вам сказать не занималась этим вот специально да то есть у меня не стояла такая цель у меня не стояла такой задачи продавать свою вышивку я могу сказать что я продавала несколько работ у меня увидели люди мои работы и захотели купить и я продала может быть со временем я в ресторане сделаю какую-нибудь стеночку с моими работами мне надо сначала ресторан в порядок привести чтобы было куда повесить свои работы я имею ввиду внутри ресторана потому что на улице работы оставлять я естественно не могу и каждый раз я их снимать и вывешивать с утром тоже не собираюсь поэтому мне надо сделать внутри ресторана ремонт хотя бы в этом ну где бар у нас там у нас такой бардак сейчас как склад но надо приводить в порядок когда-то это и может быть потом я сделаю вот такую какую-то как выставку может быть кто-то захочет купить да почему бы нет я продам тем более я все остатки девочки своих работ оставляю честно вам скажу оставляю и и есть работы которые я с удовольствием бы вышила второй раз и может быть я и буду вышивать их второй раз потому что я хочу их иметь у себя есть работы которые я продала и которые я бы хотела иметь ну вы же понимаете что столько всего нового интересного что хочется все и в общем-то ой было бы 25 рук у нас и и в сутках было бы не 24 часа ну а как минимум там 72 например то было бы здорово так что нет меня она не кормит материально поэтому как есть так есть третий вопрос почему именно вышивка любимым увлечением стала вы знаете меня затянуло опасная трясина меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра я уже 500 раз рассказывала что я что я каким образом я подсела на эту иголочку волшебную я увидела вышитую работу у моей подруги я вообще не поверила своим глазам и потом она мне показала еще свои начатоши там другие работы я вообще была в шоке и вот я ее попросила чтобы она мне помогла немножко разобраться что я хочу попробовать но именно попробовать я даже не думала что я подсяду на этот наркотик вышивальный вот но получилось что я подсела и до сих пор я на нем сижу и я хочу сказать что как вот в предыдущем вопросе я уже озвучила что это для меня ну просто такой отдых какой-то да и когда я медитация скорее даже сказать и когда я вот первые свои крестики попробовала и когда у меня получился первый мой сюжет и когда я этот первый сюжет кстати я сейчас вам поставлю сюда вот фотографию это была первая моя работа котенок от Dimensions надпись я не вышивала специально то есть я не хотела я хотела именно вот такую картинку и когда я оформила эту работу я поняла что я хочу еще хотя эта работа для меня это Dimensions он не легкий для первой работы я тогда тоже не понимала что это тяжелый сюжет для меня для новичка но я то выбирала не по тяжести как говорится а по размеру работы я думала чем больше работа тем труднее а чем меньше тем она легче поэтому я искала самый маленький что мне попался сюжет и вот после этого меня как то затянуло 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 на самом деле я немножечко вяжу вязала после этого я так вот как меня затянуло были у меня конечно и перерывы в моем хобби особенно когда я меняла страну жительства там у меня несколько лет выпало конечно из моего хобби но сейчас вы видите я вернулась уже сколько вернулась к хобби тогда когда я переехала в Панаму то есть я сначала в Колумбии жила и там я не вышивала там не было вообще совершенно не до вышивки мне надо было изучать язык мне надо было делать бизнес мне надо было в общем ну сами понимаете то есть я вымотанная была ну и с моральной точки зрения даже при всей помощи все равно вы же понимаете что это достаточно тяжелый такой момент хоть я всегда на позитиве я всегда как то понимала ответственности все то да то есть и мой шаг такой он был продуманный он не был спонтанный он был продуманный запланированный но все равно это тяжело поэтому на любимой хобби времени совсем не оставалось но не важно ладно все так что вот с тех пор я как то подсела и до сих пор вышиваю и мне нравится и менять я ничего особо не хочу но балуюсь я иногда крючком могу связать какие-то мелочевки но здесь мне просто знаете только если какие-то эти сети рыболовные вязать там типа топы майки и крючком такие прозрачные дырявые для такой погоды тропические а так я ну не знаю нитки у меня есть кстати крючки у меня есть тоже закуплены еще давно и разных размеров но я что-то делала что-то вязала но все равно крестик крестик перетягивает на свою сторону как-то мне хочется вот видеть именно картины какие-то ли там оформленные подушечки или еще что-то следующий вопрос когда вы впервые взяли в руку иголку и мама начала вас учить шить вышивать смотрите у меня мама вообще вязала шить она шила но шила и машинка у нас была и зингер у нас старый был и потом появилась новая господи как же эта марка называлась в советское время такая ножная электрическая машина тоже машинка швейная тоже такая известная вот забыла я уже такой как чемодан тяжелая такая большая у меня мама шила но это не так как бы не такое ее было увлечение шитьем она больше вязала вязала она нам вязала пончо там всевозможные свитера шарфы шапки ну тогда наверное в семидесятых годах там было модно все это я же тоже помню что это было модно вязаные вещи да и сейчас наверное это модно просто поменялось уже стиль и сами модели я благодаря маме мама меня научила дала мне спицы дала мне крючок ну хотя крючком она не любила мама вязала на спицах на разных спицах и круговых и таких и сяких и кстати у меня старший сын увлекся тоже он вязал такими знаете деревянными большими спицами огромными пледы с такой ткани как эти нитки такие большие вот пледы на кровати у меня сын представляете этим занимался хотя я ему вообще не показывала никак ничто то есть сам ему это нравилось он себе в Колумбии там на покрывало навязал одеяло навязал ну в общем здорово молодец вот и мама меня естественно приучила к вязанию я помню даже в школе то что нам преподавали вышивание вышивку мережка там гладь это мне ничего не нравилось я помню я предпочитала вязать вот и у меня были свитера которые я вязала и носила в школу зимой то есть такого там из махера и ну в общем вы знаете так достаточно много я вязала могу сказать а вот вышивка нет вышивка мама моя вообще не вышивает это мама моя сейчас говорит Ален может быть мне купишь какую-нибудь вышивку подушку я может быть попробую крестиком вышивать ну вы знаете у меня у мамы уже и зрения такого нету и ей за 80 ей будет тяжело она хочет попробовать но я думаю что она ей будет тяжеловато даже из-за зрения ну хотя подушки может быть она бы смогла там же акриловыми толстыми такими вязальными нитками да вышивается с толстой цыганской иглой может быть она бы смогла но тоже я сомневаюсь ну посмотрим может быть я и что-нибудь куплю такое интересное чтоб она попробовала вдруг ей понравится так ну вот этот тег я заканчиваю ответила и так он получился как я всегда говорю хочу где-то на 15 минут я думаю что в 15 минут я уложилась а может быть чуть чуть больше так что я сейчас этот тег заканчиваю и скоро вы увидите следующий тег потому что все таки в августе как минимум 2 тега вы должны посмотреть а я должна для вас их снять это мой минимум программа минимум за лето да в месяц 2 хотя бы 2-3 тега ну вот хотя бы 2 про 3 я уже точно не успеваю ладно всем спасибо девочки за внимание ставьте пальчики вверх переходите на дзен подписывайтесь на дзен на дзен я тоже выставляю там иногда пишу какие-то маленькие посты интересные так что заходите смотрите подписывайтесь поддерживайте меня там хоть я не очень увлекаюсь дзеном у меня почему-то грузят очень медленно все тормозит мне очень тяжело меня это начинает раздражать когда я открываю видео я должна 10 минут ждать пока это колесико у меня дома хороший интернет это не не с домашним интернетом связано пока это колесико начнет в общем загрузит это видео это какой-то кошмар также когда мне надо написать комментарии я нажимаю там эта строка бегает 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 пока я смогу написать комментарий поэтому для меня это очень знаете такой фактор отрицательный поэтому я наверное не так часто захожу но вы зайдите напишите там какие-то комментарии я обязательно под всеми вами подпишусь потому что я кого я могла найти я нашла кто мне пишет комментарии я тоже подписалась и тоже просматриваю периодически видео не часто но просматривают поддерживают так что переходите поддерживайте меня там тоже и всем хорошего дня вечера пока пока пока